Хочу сказать, что я не влюкаюсь футболом, да и комментатор из меня плохой, но это пеналти. Маринет учится в такой роскошной школе, что это способно для физры занять аж целый стадион. И найдя бюджет для камео Диди Дустана, французский спортивного журналиста и футбольного комментатора, 16 лет тренировался в французском футбольном клубе Кан, но в возрасте 17 лет покинул клуб из-за ссоры с тренером. В 18 лет он пошел в стажировку. Нет, скажите честно, вы вообще о нем до момента выхода серии хоть что-то знали? Вот я в этом сильно сомневаюсь. В общем, одноклассники Марина собираются поиграть в футболе, И теперь сбивается на две команды, дабы укрепить свои навыки работы в этой самой команде и хорошо провести время. А вы и дальше сидите на своей алгебре 3 урока подряд. На Таниэле Марк тоже собирается присоединиться к данному движняку, но на Таниэле оказывается интровертом и вообще с творческой душой. Для него спорт что-то неизведанное и далекое. Идеальное клише, угадайте, кто в конце серии начнет играть в футбол. Марк от масса своего дружка сам присоединяется к команде, демонстрируя свои нулевые уровни игры. Также на фоне можно разоглядеть отсылочки и аналог реальных компаний. Это ТВ-1, реальный аналог которого ТФ-1, французский телевещатель, на котором показывается Леди Баг. А также ГАЗ, который подорожал. Это отсылочка на реальную компанию ЗА, которая создает в данный момент мультсериал Леди Баг. И игра начинается. Сабрина вырывается с мячом вперед, ну и останавливает Хлоя своим взглядом. Это не важно, ведь Милет забирает мяч и нацелена она серьезно. Она дает пас Ивану, который... Что он делает? Он боится ударить. Он боится, что может этим кого-то травмировать. Не волнуйся, Иван, наши сердца уже травмированы, ты уже никак не навредишь. Но Роллс готова продолжать игру и делает пасмарку, которую передает мяч Маринет. Зачем он это сделал? Маринет видит Адриана. Ну благо Адриан тот еще умный, киберет мяч в руки и это... И это гонбол. И Маринет невероятно с комбинацией Али забивает мяч и это гол. Что же случилось? Как это произошло? На воротах стояла Хлоя. Гениальный форвард, легенда футбола. Многие команды мира мечтают заполучить ее. А это Хлоя буржуа. Ее никто не любит. Из комментариев о таком провальном гулян она ответила... Ответила... Нелепо. Нелепо. Эта фраза тотично объясняет, как сценаристы прописали персонажа в четвертом сезоне. И Хлоя принимает жесткие меры. После того, как ей отказали остаться на скамейке запасных, где Лайл завязывал шнурки. То есть, держит свою больную ногу, чтобы та не отпала. Эта фраза тотично объясняет, почему бражник не выходит из своего логова. Хлоя ждет целенаправленно своей аккуматизации. На что ведется дед в латексе и насылает на нее аккуму, создав из нее злодея Пенал Тим. Который жаждет сыграть в футбол, но по своим правилам. Все очень просто. Нужно забить мяч, но в итоге забивает ноги. Пенал Тим использует запрещенный прием, перейдя на поле игры в бутсах. Благодаря ним она отправляет жертв нокаут. Точнее, в сферу, где те при каждом забитом боли будут сжиматься. Туда же она и отправляет свой аккуматизированный предмет. Из-за прекрасной графики серии, она отправляет красные карты негодных ей людей за точение этой сферы. Куда в будущем попадет немало героев. Но на поле выходит новая команда. И попробуйте угадать, кого из класса Маринета здесь нет. Новые игроки. Тракмазель. Сабрина с талисманом собаки. А отважный петух, Габриэль Агрес, то есть Маркс Талисмана Мадрина, то есть петуха. Капри Кит, Натане Эль Козел, не в обиду всем Натане Элем. И Мина Таврокс. Иван. И начинается игра героев против злодея. Пенал Тим не дает и шанса героям. И те уже проигрывают со счетом 0-5. Пенал Тим и Йошеза меняют локацию. Теперь это улицы Парижа. Игра возобновляется и Леди Баг принимает пас. Она готова самостоятельно выиграть эту игру, используя лишь поддержку со стороны своих героев. И, о нет, она дает мяч противнику, и то делает пас, на который реагирует Кот Нуар. И один из важных игроков. И это исторический момент. Будет ли Кот Нуар полезен для команды, и забьет ли он первый гол. И, да, это был самый гол своей команде. Какого хрена? Говорили же коту, никогда не забивай головой, ведь можно его продырявить своим остроумием. У команды героев не остается и шансов, они находятся на грани поражения. И герои уходят для подкрепления сил своих колами. И поле остается пустое на тайм-аут. Пустое боле неоправданных надежд. Леди Баг осознает, что играла в одиночку, и на этот раз они победят командой, воспользовавшись силами новых героев. А то тогда на кой их водили в этой серии? И у них появилась тактика. Эта фраза точечно объясняет, почему бражник лох. Тактика меняется, и герои начинают играть в команде, и забивают первый гол. Петух показывает мастер-класс, но Леди Баг не отстает. И выпендриваясь, показывает финт радуга и дает пасми на Тавроксу. Который ультой дает себе возможность забить невероятный мощный гол во вражеские ворота. Именно в те, которые должен был забить ранее Кот Нуар. Пеналти им используют козырь. Время у героев на исходе. Кот Нуар использует катаклист, но попадает в ловушку. И теперь у героев есть лишь 5 минут. И с помощью супершанса доски Яни по пурпурную тигрицу, у Леди Баг появляется гениальный план до победы. Герои должны за гибербулей сзади Хлою, чтобы та самоликвидировала Акуму. Ведь в ином случае до Акумы будет невозможно добраться. Они решают обвести вокруг хвоста гениальную Хлою и говорят, что теперь у них бесконечная ульта. И они могут играть вечно, не перезаряжая свои квами. И нам демонстрируют новые силы новых героев. И главное, они используют козырь. Это тапочки-уточки. Хлоя не может никак победить героев, пока на ее ногах не снимаемые кря-кря. И та самоликвидирует Акуму и герои. И это победа! Бражник Лох и одноклассники Марионет снова играют спокойно в футбольчик. Но серия оставляет намек, что Хлоя и Лайла могут в будущем иметь союзные связи. Вот такой вышел необычный разбор серии. В забавном и странном стиле. Пенал Тим особо не был со выдающимся и глубоким сюжетом. Он вышел хорошим. Чисто Мстители 5. Эта серия собрала себе практически всех имеющихся героев. И вела даже четырех новых. Что и хорошо, и плохо. Новые герои и разнообразие это хорошо. Но давайте вспомним, какое это было событие, когда создатель добавляли нового героя раньше. На него был взор и особое внимание. Но четвертый сезон полностью это уничтожил. Теперь это стало с очередным добавлением нового героя. Скажите честно, кто еще из класса Марионет не получил талисман? Алекс еще получит. Марионет получала. Адриан получал. Даже Лайлу в образе героя мы уже видели. Хотя и не натурального. Но вот такова политика студии. Мерч. Ну а мы ожидаем 12 марта выход финальной серии четвертого сезона. Который просто невозможно пропустить. Ну а на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.